Всем привет, а плей-офф продолжается. Капитан Марвел уже в одной четвертой финала, она достаточно легко смогла одолеть Росомаху. А все было вот так. Марвел разогнулась из самого космоса и на всей скорости врезалась в бедного Росомаху. Не знаю, посыпались осколки Адамантия в разные стороны или нет, я этого не видел. Был такой мощный всплеск энергии, который ослепил всех вокруг. Когда глаза начали что-то видеть, Росомаха безжизненно лежал на земле. Нет, он конечно потом очухался, не переживай. Но был засчитан проигрыш Логану. Росомаха покидает турнир, а Капитан Марвел будет готовиться к своему следующему поединку. Это будет либо Асгардец, либо Асгардец. Но вот кто, решим позже. А сейчас перенесемся в правую ветку турнирной сетки. Сегодня будет битва между несравненной Джин Грей и великолепным Виженом. Начинаем битву. И вот небольшая заставочка к турниру, если подзабыл. Асгардец Субтитры создавал DimaTorzok Я понимаю, когда один соперник очень сильно бьет, а другой очень прочный. Тут надо просто сравнить, насколько один сильный и насколько другой прочный. Так сказать, кто в этом простом противостоянии окажется круче. А вот с Джин Грей и Виженом ситуация вообще запутана. У них способности в разных плоскостях, их способности вообще не пересекаются между собой. Поэтому очень сложно будет тут определить победителя. Но мы не ищем легких путей, так что проанализируем соперников и выясним, кто из них сильнее. Самое главное, у Вижена это камень разума, нет ничего сильнее его во вселенной. По крайней мере, так Тор говорит, а не верить ему у меня причины нет. Но если все-таки пересмотреться к Вижену, посмотреть на его сильные стороны и на его слабости со стороны и абстрагируясь от слов Тора, то не такой уж и непобедимый этот Вижен. Да, некоторые способности андроида удивляют. Это кто такой? Играть с пропускной способностью обычных материй это крутяк. Луч камня разума офигительная штука. Таким лучом можно и Джин Грей разрезать ненароком. Вижен проник в мозг Альтрона и отключил его от сети. Интересно, а с человеческим мозгом сможет такое же проделать? Ну и плюс небольшой бонус. Вижен может повелевать молотом Тора, что тоже очень необычно и о многом говорит. Но ведь есть же у робота и слабости. Ну вот Алая Ведьма тоже мутант, кстати смогла одолеть Вижена. И способности у нее похожи на способности Джин Грей. Ну может с натяжкой, но все же. Хотя Вижен может просто и не старался сопротивляться. Андроид уязвим и в этом парадокс. Вижен считается очень сильным, потому что обладает камнем разума. Одним из сильнейших камней бесконечности. Но, тем не менее, Вижена могут остановить стрелы Соколиного Глаза. И Вижен уязвим каким-то там клинком. И пальцами Таноса. И Джин в одну секунду может превратить его в прах. Если только, конечно, ей подвластен Вивраниум. Давай просто сравним силы соперников наглядно по некоторым разрушениям, которые они наносят. Вижен лучом прожигает башни и рушит это огромное сооружение. Впечатляет, не правда ли? А теперь посмотри, какие разрушения производит Джин Грей. Просто. Молча. Безо всяких лучей, только мыслями. Не знаю как тебе, но это покруче выглядит, чем у андроида. И делает это, она как-то легко, без напряга. Смотри, как она легко отталкивает от себя Логана и срывает с петель огромную металлическую дверь. А ведь на месте двери мог оказаться и Вижен. Джин Грей мутант пятого уровня с очень большой силой электромагнитного излучения. Вижен состоит из металла. Помнишь, как Бартен одной электромагнитной стрелой остановил Вижена? А ведь ему со своими стрелами далеко до мутанта пятого уровня. Он ребенок по сравнению с Джин Грей. Джин Грей уничтожает все и даже живую ткань. Росомаха и Апокалипсис испытали это на себе, но и многие другие живые существа. Любой твердый объект, металлический или нет, Джин превращает в прах. И у андроида тоже может быть такое незавидное будущее. У Вижена в данном случае только одна надежда, на вибраниум из которого он состоит. Может ли расщепить Джин вибраниум, мы не знаем, можем только догадываться. А насколько уязвима мутантка, обладающая силой Феникса? Могут ли ее убить? Вообще забавно, ведь супергероев редко убивают, но именно Джин Грей и Вижен в киновселенной Марвел погибли. Робота уничтожил Танос, а Джин Грей и Росомаха. Я люблю тебя. То есть получается, что Джин Грей, возможно, может превратить Вижена в прах. А Вижен, в свою очередь, может разрезать мутантку разумным лучом. Но тут есть некоторые нюансы. Во-первых, Джин Грей может отразить луч Вижены, так же как и Моун. А во-вторых, можно поспорить о ее уязвимости. Да, Логан проткнул тело мутантки и она погибла, но ведь она этого хотела. Убей. Что? Убей меня, пока я еще кого-то не убила. Посмотри, вот в этом моменте Джин Грей не погибла, а расщепила сам клинок и очень быстро восстановилась. Просто так ее не убить. Или, возможно, другой вариант. Она не смогла разложить на атомы Адамантии и лишь поэтому погибла от когтей Росомахи, а не потому что желала смерть. И это интересно, потому что если не получилось с Адамантием, то скорее всего не получится и с Вибраниумом. А это уже совсем запутывает ситуацию в битве. Хотя я склонен верен, что Джин сама из колоссовой смерти. Ну а как же думаешь ты, у кого больше шансов победить в этом бою? Мутанта пятого уровня, которая ну прям офигительной силой обладает, которую даже вообразить невозможно. Как она это делает, для меня до сих пор загадка. Или больше шансов у самого интеллектуального и продвинутого супердероя компьютера, у которого во лбу один из камней бесконечности и поразительной способности изменять степень материальности материи. В описании к видео будет ссылка на форму голосования. Выглядит она вот так. Ты вправе выбрать сильнейшего в этом бою. Кто проиграет, вылетает из турнира, а победитель будет сражаться с сильнейшим в паре Человек-паук и Веном. Так что проходим по ссылке и голосуем. И приходи на арену турнира в следующий раз. Будет пиква Алая Ведьма и Аквамен. Весь турнир по порядку сможешь посмотреть на канале MC Darwin. А я на этом прощаюсь. Всем удачи, увидимся вновь на арене турнира.